Лечение поджелудочной железы народными методами. То, чего не расскажет ни один врач. Поджелудочная железа – один из важных внутренних органов человеческого тела, который отвечает за наше пищеварение. Сбой в работе поджелудочной чреват осложнениями и целым рядом заболеваний, таких как панкреатит или сахарный диабет. К счастью, есть прекрасные народные средства, которые помогают лечить этот орган не хуже лекарств. Если у тебя есть проблемы с этим важнейшим органом, наша статья для тебя. Рецепт номер один. Семена укропа отмерь 1 чайную ложку семян укропа и залей 1 стаканом кипятка. Через час настой можно считать готовым. Употребляй его внутрь, предварительно процедив. Весь объем следует употребить в течение дня, отпивая понемногу. Рецепт номер два. Овес-овсянка издревле считается одним из самых лучших блюд для поджелудочной железы. Наиболее полезной является обычная овсяная каша, не быстрого приготовления. На воде без добавления масла и соли. Ешь ее по нескольку раз в день на протяжении недели. Если такое блюдо быстро приедается, замени кашу настоем из овса. Полкило овсяной крупы, залей одним литром кипятка и настаивай в течение часа. Процеди и пей по половине стакана три раза в день. Рецепт номер три. Лимон плюс петрушка плюс чеснок. Возьми один килограмм лимонов, 300 грамм чеснока и 300 грамм петрушки. Лимоны освободи от косточек, но кожуру оставь. Перекрути все ингредиенты при помощи мясорубки и смешай. Храни смесь в холодильнике, желательно в стеклянной банке. Принимай по одному чайной ложке трижды в день за 15 минут до еды. Чтобы усилить эффект этого народного лекарства, запивай его специальным настоем из листьев земляники, черники, брусники, которые готовятся следующим образом. Возьми листья перечисленных растений, а также кукурузные рыльцы и стручки фасоли. Отмерь вес в равных частях и сложив в термос, залей кипятком. Оставь запариваться на несколько часов. Запивать нужно так. Один чайную ложку предложенной выше смеси, запивай один дробь три стакана настоя. Этим достаточно эффективным способом следует лечиться на протяжении трех месяцев. Рецепт номер четыре. Гречка плюс кефир готовить следующее средство следует с вечера. Возьми 0,5 литра кефира и один стакан гречки. Крупу тщательно промой. Залей ее кефиром, после чего оставь настаиваться. Через 12 часов раздели полученную смесь на две равные части, одну из которых съешь как завтрак, а вторую как ужин. Полезно будет обходиться без других приемов пищи, хотя бы на протяжении двух-трех дней. Впоследствии на обед можешь употреблять пареные овощи, например, приготовить овощное рагу на пару. Иногда можешь позволять себе что-то из фруктов. Через 10 дней такой диеты сделай перерыв тоже на 10 дней и опять повтори курс лечения. Люди, которые применили на себя один из вышеперечисленных способов, отмечают, что улучшения наступают уже через несколько дней. Боли прекращаются, ощущается легкость в теле, проходит вздутие. Однако народные средства, отработанные веками, не ограничиваются лишь с надобьями и лекарствами. Неплохо зарекомендовали себя специально выработанные дыхательные упражнения, которые весьма полезны, например, при панкреатите. Зарядка. 1. Набери в грудь побольше воздуха, а затем выдохни его весь и задержи дыхание. 2. В момент задержки дыхания подтяни слегка живот, досчитай медленно до 3, а затем ослабь напряжение мышц брюшного пресса. Если выполнять данное упражнение 10 раз в день, это поможет укрепить поджелудочную железу и избавиться от некоторых недомоганий. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте отметку «Нравится». Спасибо за просмотр видео. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова. Продолжение следует...